Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Назар Владимирович. Я являюсь научным сотрудником 1-го медицинского университета. И позвольте представить вам доклад, посвященный молекулярно-энергетическим маркерам диагностики и прогнозирования рака пристательной железы. Рак пристательной железы является одним из самых распространенных злокачественных образований у мужчин. И, как и все остальные онкологические заболевания, золотым стандартом диагностики является патоморфологическое исследование биопсийного материала. Однако существует большой риск, получение ложно-отрицательного результата. И в связи с этим в клинической практике активно используются различные подходы. Инструментальные подходы, использование лабораторных маркеров орган-специфических, а также различные расчетные калькуляторы и расчетные индексы. Все чаще и все активнее в клиническую практику внедряются молекулярно-генетические маркеры, которые не только являются опухолеспецифичными, но и более полно отражают этиопатогенез развития рака пристательной железы. В основе этиопатогенеза рака пристательной железы лежат различные генетические аберрации. Так, различные герметативные мутации могут вызывать различные формы наследственного рака пристательной железы. О них мы поговорим чуть подробнее позже. Наличие и появление соматических аберраций в нормальных клетках ткани пристательной железы вызывают азлокочисление и развитие первичного рака. Дальнейшее прогрессирование, эволюция мутационного фона и приобретение различных драйверинг-мутаций, особенно драйверинг-мутаций, связанные с метастазированием, а также снижение чувствительности рецептора андрогена к своим гормонам, также приводит к дальнейшей эволюции опухоли, что значительно усложняет лечение и дальнейшее введение пациентов. На сегодняшний день молекулярно-генетические маркеры могут значительно улучшить качество диагностики рака пристательной железы. Кроме этого, исследование молекулярных маркеров позволяет предсказать прогноз течение заболевания, а также назначить верную терапию. Кроме этого, особенно актуально в последнее время стали так называемые наследственные формы рака пристательной железы, которые занимают значительную часть из общих случаев рака пристательной железы. Итак, использование молекулярно-генетических маркеров для диагностики рака пристательной железы является одним из самых актуальных вопросов в современной лабораторной диагностике данного заболевания. Нужно отметить, что несколько молекулярно-генетических маркеров уже включены в алгоритмы обследования пациентов в международных рекомендациях, в рекомендации Европейской ассоциации урологов, в американских рекомендациях Ассоциации онкологов. Данные маркеры используются не только для показания проведения первичной биопсии, но также при их обнаружении данных маркеров являются показаниями для повторной биопсии. Одним из таких маркеров является маркер PCA3. Маркер PCA3 представляет собой длинную некодирующую РНК, экспрессирующуюся только в тканях простаты. Кроме этого, было показано, что экспрессия данного маркера в 400 раз увеличивается при раке простаты, но не при других каких-либо злокачественных образованиях, что делает данных маркер не орган-специфическим, а опухолеспецифическим маркером. На базе нашего университета было проведено исследование клинической значимости данного маркера. Мы отобрали 47 пациентов с повышенным уровнем PCA. Был измерен уровень общего PCA, значение индекса здоровья простаты, был измерен объем простаты, была проведена биопсия, а также рассчитан калькулятор риска ракопрестательной железы организации SWOP. Кроме этого, был определен уровень экспрессии МРНК PCA3 с использованием отечественного набора просто тест. На данном слайде представлены клинико-лабораторные характеристики исследованных маркеров. Как вы можете видеть, маркер PCA3 обладает очень высокой чувствительностью, по крайней мере в нашей группе, и значительной специфичностью. По сравнению с маркерами индекса здоровья простаты и калькулятор риска SWOP, нужно сказать, что PCA3 превосходит по клинико-лабораторам и хронистическим данные тесты. Кроме этого, у маркера PCA3 была обнаружена очень высокая прогнозическая ценность отрицательного результата и высокая прогнозическая ценность положительного результата. Нужно отметить, что, конечно же, это исследование является одним из первых, поэтому, возможно, при увеличении количества группы пациентов клиническая значимость чуть-чуть снизится, но уже даже на данном уровне, который мы имеем, можно сказать, что PCA3 является очень перспективным маркером для клинического использования. Что говорят о данном маркере уже существующей клинической рекомендации? Во-первых, рекомендована оценка риска ракопрестательной железы у пациентов с отрицательным пальцевым ректальным исследованием и уровнем PSA2.10. У этих пациентов рекомендуется проводить исследование экспрессии PCA3 в моче. Кроме этого, использование данного маркера является объективным маркером показания для повторной биопсии у пациентов с высоким подозрением на ракопрестательной железы. Кроме этого, даже по данным наших исследований, отсутствие в высокой экспрессии маркера PCA3 значительно снижает вероятность ракопрестательной железы. По нашим данным, на лучшие котов 25, по некоторым данным, эти значения могут варьировать от 35 до 45, но пока что по тем данным, которые мы получили, наиболее чувствительным специфическим маркером является именно при котове 25. Кроме этого, в некоторых исследованиях было показано, что уровень и значение экспрессии PCA3 коррелируют с высокой градацией ракопрестательной железы. Следующий маркер, о котором мы сегодня поговорим, это мутация T2I сокращенно. Данная мутация представляет собой слияние андроген-регулированного гена TMPRSS2 с фактором транскрипции и RG. Данная мутация является ранним клональным событием в развитии ракопрестательной железы и обнаруживается примерно у 55% пациентам с данным злокачественным образованием. Нужно сказать, что данный маркер очень специфичен для ракопрестательной железы и простатической интерпретаральной неоплазии в высокой степени. При этом специфичность может достигать 99%. Только для ракопрестательной железы специфичность варьирует от 83 до 93%. На отобранной ранней группе пациентов мы также провели одно из первых клинических исследований значимости данного маркера. Мы отобрали 20 пациентов с биопсией, подтвержденным раком предстательной железы. И в моче у данных пациентов была определена данная мутация. По нашим данным, 50% пациентов имели данный маркер. Нужно сказать, что данные сопоставимы с уже опубликованными ранее исследованиями. Очень интересна, конечно, прогностическая значимость этого маркера. Это тема дальнейших наших исследований. Но по уже опубликованным данным можно сказать, что в некоторых исследованиях была показана корреляция наличия данного маркера с высоким индексом глиссона, а также более тяжелым прогнозом ракопрестательной железы. Также довольно актуальным вопросом введения пациента с ракопрестательной железы является прогноз течения заболевания. И в этой ситуации молекулярно-генетические маркеры также могут помочь оценить некоторые параметры. Мутации в гене с ПОП-1 встречаются в 15% случаев ракопрестательной железы. Данные мутации выявляются в парафиновых блоках уже после подтверждения биосинного материала ракопрестательной железы. Данные мутации повышают активность адрогенного рецептора и являются также генетическим событием, ранним генетическим событием туморогенеза ракопрестательной железы. Нужно сказать, что мутации в гене с ПОП и Т2И мутации являются взаимоисключающими мутациями, поэтому у пациентов, положительные на мутацию Т2И, не рекомендуется исследовать на мутации в гене с ПОП. Почему это важно клинически? Было показано, что пациенты, являющиеся носителем мутации гена с ПОП, имеют более низкий уровень выжимаемости без прогрессии, выжимаемости без биохимической прогрессии. Очень важным и актуальным является то, что в некоторых исследованиях было показано, что мутации в гене с ПОП вызывают гиперэкспрессию белка ПДЛ1, что является показанием и возможным применением некоторых новых препаратов иммунотерапии. Важным маркером, который активно используется в других направлениях онкологии, например, для лечения кулоректального рака, для лечения эндометриального рака, это так называемый феномен микросателитной нестабильности. Для пациентов с ракопредстательной железы этот маркер является также актуальным. Микросателитная нестабильность представляет собой феномен, при котором происходит уменьшение или увеличение повторяющихся нестабильных участков генома. И данный маркер объективизирует и показывает наглядно, насколько сильно нестабилен геном опухоли. При локализованном, местно распространённом раке распространённость данного феномена очень низка. Однако, с прогрессией, с эволюцией рака геном опухоли дестабилизируется, и микросателитная нестабильность возможно обнаружить до 12% пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Почему это важно? Во-первых, наличие микросателитной нестабильности является прямым показанием к назначению ингибиторов в контроле точек, в том числе и пембролизумаба. Кроме этого, нужно сказать, что пациенты с положительной на маркер MSI или микросателитной нестабильность, для них актуально генетическое консультирование на наличие синдрома Линча. Ну и последняя часть доклада, которой я особенно хочу уделить внимание, это так называемая наследственная форма рака предстательной железы. Нужно сказать, что недавно было проведено одно из крупнейших исследований близнецовым методом, при котором было показано, что наследованность рака предстательной железы составляет 58%, по сравнению, например, с раком молочной железы, где наследованность составляет всего 31%. Считается, что основные мутации, которые характерны для рака предстательной железы, находятся в генах, участвующие в репарации ДНК, таких как Берсия-1, 2, Чек-2, АТМ. Кроме этого, появление данных мутаций ассоциировано с развитием пациента рака предстательной железы высокой группы риска. На слайде представлены различные аберрации. Конечно, сейчас типировано большое количество генов, которые могут вызывать наследственную форму рака предстательной железы, но чаще всего это именно Берсия-2 ген. Нужно сказать, что у пациентов, являющихся носительной мутацией в гене Берсия-1 и Берсия-2, выявляется более агрессивное течение заболевания с низкой общей выживаемостью. Кроме этого, как уже было упомянуто в начале прошлой сессии Евгением Наумичем, пациенты, являющиеся носителем данной мутации, хорошо отвечают на препараты Платин или Парпингибидры. Нужно сказать, что не всем пациентам с рака предстательной железы показано исследование на мутации герметативной в таке ген, как Берсия-1, Берсия-2, ЧЕК-2. Показанием является наличие в семье братьев либо отца с диагностированным раком предстательной железы в возрасте до 60 лет, то есть это ранние случаи рака предстательной железы. Кроме этого, наличие по одной линии более трех случаев, диагностированных в преимущественном возрасте до 50 лет, других злокачественных образований, так как герметативная мутация повышает риск не только развития рака предстательной железы, но и других злокачественных образований. На слайде представлены все основные исследования, которые уже сейчас выполняются на базе Первого медицинского университета. Мы, конечно, активно расширяемся и в маркеры прогноза, и в маркеры диагностики, но по всем вопросам сотрудничества можете звонить нам по телефону, мы очень открыты и очень рады любой кооперации. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Дальше Вимович. Скажите, вот этот отечественный все-таки кит для определения PCI-3, в общем-то, он валидизирован для аудитории, хотелось бы узнать первое. Второй вопрос по нему же опять. Ведь для разных тест-систем они по-разному забираются, материал в мире. Самая простая, американская, где просто берется моча без массажа предстательной железы. Здесь как? То есть немножко об этом тесте. Все-таки отечественный тест более доступен, я так понимаю. Да, ну, во-первых, конечно, хочу сразу уточнить, что это не коммерческий доклад. Мы действительно работаем с этим тестом, тестами от регистрационного удостоверения, и сейчас на территории Российской Федерации его законно использовать для клинического применения. Данный тест, исследование PCI-3 в данном тесте должно быть проведено только после массажа простаты. Нужно отметить, что сейчас на базе нашего центра мы проводим методическое исследование диагностической значимости MRNK PCI-3 без массажа простаты. Мы до сих пор находим, мы отобрали сейчас уже где-то пациентов 30, половину протипировали, но данные, я думаю, публикуют в течение года, и, возможно, с нашей помощью, помощью нашего университета, все-таки будет немножечко упрощен забор материала. Сейчас для того, чтобы измерить данный маркер, нужно первично провести массаж простаты, а потом попросить пациента помочиться и забрать первичную часть мочи, где-то 50 мл. И паровое значение для этого теста 25, вы считаете? Да, сейчас мы еще раз просмотрели все наши данные, зарубежные данные. Конечно, Котов может варьировать, и считается, что повышение референса до 35 и выше увеличивает специфичность, но очень снижает чувствительность. Но наиболее оптимальным уровнем для нас, как показали наши слены, является все-таки 25. Хотя в инструкции для набора написано 35, но мы введем приговоры с компанией, возможно, сейчас они изменят и внесут некоторые поправки в инструкцию. Пожалуйста, еще вопросы. То есть на сегодня вы уже можете предложить своей лабораторией исследование мочи после массажа пристательной железы на тест PCI-3? И PCI-3, и T2E тоже отправляем. Вот как бы буквально на прошлой неделе у нас получилось валидировать этот тест, и у положительных пациентов, 50% положительных, у отрицательных ни одного не было. То есть это один из шагов возможности разработки даже калькулятора, массажистского калькулятора ракопростата. Вы имеете в виду отрицательных результатов биопсии не было? Извините, я неправильно выразился. На прошлой неделе получили первичные результаты по T2E у пациентов, положительные по биопсии ракопростата. Мы обнаружили 50% пациентов с положительными на мутацией T2E у пациентов отрицательных, и с низким риском данного марки выявлено не было. То есть в принципе наши данные сопоставимы с данными зарубежных исследований. Хотя там существуют вопросы еще по поводу пина высокого уровня. Потому что есть формы ретроганно-инвазивных аденокарцином, которые пропускаются часто, описываются в качестве ПИН высокой градации. Поэтому возможно, что специфичность реальная данного теста намного выше, чем публикуется на сегодняшний момент. То есть у тех, у кого есть экспрессия, вероятность практически 100% наличия рака. Да, да. Спасибо. Я просто так уверенно не говорил на вашем месте, потому что все-таки за рубежом они добавляют калькулятор к определению маркера. Поэтому тогда уже в чувствительность приближается к 100. Но все-таки не так. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.